Всем огромнейший привет! Сегодня готовлю салат необычный в подаче, а продукты в этот салат самые обычные. Украшаем салат по своему желанию. Я украсила листочками петрушки. Начинаю готовить. Заранее вкрутую я отварила 2 куриных яйца и теперь буду натирать на сырной терке. Белок я не отделяла от желтка. Натираю все вместе. Все готово. У меня 130 грамм твердого сыра. Я также его натираю на сырной терке. У меня голландский сыр, но обычно я беру любой твердый сыр, который у меня есть под рукой. Яйцо и сыр я уже натерла, все в тарелке. Я очистила и выдавливаю два больших зубчика чеснока. Выдавливаю чеснок и думаю, ну это же классика жанра. Наверное, многие из вас скажут. Ну, в принципе, достаточно. Такой салат мы знаем и, в принципе, его любим и готовим. А если еще заправить майонезиком, присыпать черным молотым перцем, в принципе, можно уже и подавать к столу. Но я пойду дальше. Все хорошенечко перемешиваю, чтобы чеснок распределился по всему салату. Теперь я беру сметану. У меня 20% жирности, меньше не берите. 2 столовые ложки я беру ее. Все перемешиваю. Хотя на самом деле этот салат можно один раз перемешать, в конце и достаточно. Но я обычно перемешиваю каждый слой. Теперь добавляю приправы. Можно добавить просто черный молотый перец. У меня же смесь перцев черный, белый и красный. Добавляю сюда соль, приправы и соль по вкусу. Главное не пересолить и не оставить пресным. Дальше занимаюсь следующей начинкой. Я отварила одно куриное филе. По весу берите не более 200 грамм. Отварила так же, как и яйца за кадром. Курицу вообще можно приготовить любым способом, который вам нравится. Я отваривала курицу в воде, добавила три горошины перца, лавровый лист, хорошенечко все присолила. Курицу я отварила полностью, а теперь буду ее нарезать поперек волокон, чтобы потом мясо не тянулось такими длинными полосочками. Курицу можно мелко нарезать, либо перебить ее в блендере. Я люблю готовить этот салат. С вечера можно отварить некоторые ингредиенты, которые нужно отваривать, а на следующий день можно готовить уже сам салат. Нарезанную курицу теперь перекладываю в отдельную емкость. Добавляю и в эту начинку одну столовую ложку сметаны. Сметана та же 20% жирности и все теперь хорошенечко перемешиваю. Я отварила три средних моркови, но у меня она, честно говоря, была какая-то мелковатая, чтобы потом морковки хватило. Ну и как все продукты, которые трем на терке в этот салат, так же ее на сырной терке и натираю. Все эти начинки обязательно пробуем на перец, на соль, чтобы ничего не было пресным. Всю морковь я также уже натерла на терке, обязательно ее присолила. Она ведь сладкая. Ну и теперь уже тот этап, когда нужно все начинки попробовать на соль. За кадром уже слепила несколько колобочков и пока решила вам показать в процессе, как это делается, разорвала перчатку. Размер мандаринок делаем под себя. Я взяла одну столовую ложку начинки, которая была с курицей и хорошенечко ее леплю руками, слепляю в такой один комочек. Еще хочу дать совет, что в руках вот так вот катать этот слой, где курицы не надо, потому что курица такая суховатая немного и получается, что шарик не скрепляется, а наоборот только все время разъединяется. Затем я набираю начинку, которая была сыр с яйцом и разминаю в блинчик, чтобы масса стала плоской. Внутрь теперь кладу этот колобочек из курицы и все закрываю по краям. Получается такая арфаэлка. Со всех сторон обязательно все закрываю, затягиваю этой массой. На самом деле это не трудоемкий процесс, очень быстрый. Руки в принципе можно смачивать перед тем слоем, когда мы берем курицу в самом начале, а потом все хорошо очень лепится. Курица в комочек собралась, ну и сыром с яйцом ее очень легко оборачивать. Ну и точно так же все проделываю, как и с первой мандаринкой. Сначала плотно леплю шарик с курицей, потом оборачиваю во второй слой, где сыр и яйцо. И пока я решила налепить из этой массы все шарики, а в морковь буду оборачивать все сразу, потом по очереди. Этот салат мандаринки, он вкусный и на первый день, и во второй. Я готовила этот салат, мы все эти мандаринки не съели, осталось здесь на следующий день. Я думала, что вдруг где-то потечет морковь, там еще что-то. Нет, салат стоял в холодильнике, мандаринки крепкие, поэтому можно готовить даже заранее. Сегодня приготовили вечером, а завтра подали на стол и, конечно же, нужно хранить в холодильнике. Я думаю, что, наверное, все знают сочетание такого салата, он достаточно распространенный. Такой салатик и, наверное, большинству он нравится. Вот морковь у меня какая-то водянистая, сейчас я за кадром отожму всю эту лишнюю воду из морковки, чтобы мне потом не текло все это в тарелку. Делаем тоже такой колобочек, но моркови нужно взять чуть-чуть больше, чем всех остальных продуктов. Тоже берем колобочек, потом разминаем в такой блинчик и все точно так же морковью закрываем сверху. Такой совет сразу, когда будете закрывать этим последним оранжевым слоем, не стоит уже дотрагиваться до моркови и вот до того предыдущего слоя, потому что морковь начинает цветлеть. Сыр, майонез отдают такой светлый цвет и все это переносится на морковь. Потом придется еще брать морковь и закрывать. Мандаринки не идеально круглой формы, поэтому нам повезло, просто лепим и сверху вот так вот придавливаем. Она немножко такая приплюснутая получается. Вот в эту вмятину, которую я сделала пальцем, туда кладем либо перец горошком, я поставлю листочки петрушки и точно так же по этой же технике леплю все оставшиеся мандаринки. Перед подачей можно их выставлять на листья салата, будет тоже очень ярко и красиво. В общем, декор самого салата, декор тарелки, каждая сделает под себя. Приготовьте, я знаю, что сейчас многие хозяйки присматривают меню к Новому году, к праздникам и определяются, что будут готовить на праздничный стол. Если вам понравилось мое видео, обязательно поделитесь ссылкой с друзьями в любые соцсети, я вам буду за это очень благодарна. А также заходите в мои кулинарные группы ВКонтакте и в Одноклассниках, ссылки на мои группы вы найдете. Если под видео нажмете еще, там будут адреса, переходите, подписывайтесь, будем дружить с вами в соцсетях. Смело нажимайте на колокольчик, так вы сразу будете получать от ютуба уведомление, что на моем канале вышло новое видео и будете видеть его первыми. Обязательно пишите свои комментарии под видео. Всем до встречи и пока-пока!